О размере пенсии и об изменениях, которые ждут российских пенсионеров с 1 января будущего года, сегодня еще раз подробно доложили Дмитрию Медведеву. По словам Татьяны Голиковой, система полностью готова к выплатам. Деньги в бюджете на эти цели есть. Важно помнить, объем повышения будет рассчитан для каждого пенсионера индивидуально. Индексация выше инфляции составит 7,05%. В следующем году, в отличие от текущего года, индексация начинается раньше. Причем эта индексация будет производиться на уровень выше, чем инфляция, что изначально предполагалось в ходе тех изменений в пенсионное законодательство, которые были объявлены и приняты, включая те выплаты, которые будут получать наши граждане, пенсионеры, имея в виду, что в среднем по стране прибавка к пенсии составит 1 тысячу рублей. Но эта цифра средняя, так изначально и предполагалась, она, конечно, будет зависеть и от стажа работы, и от тех доходов, которые получал пенсионер. Поэтому она будет рассчитываться индивидуально. Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсии в 2019 году получит 30 миллионов 778 тысяч наших граждан, неработающих пенсионеров по старости. Как Вы сказали, среднее увеличение пенсии по стране составит 1 тысячу рублей. Напомню, что за 2018 год средний размер пенсии сложился 14 414 рублей. Соответственно, увеличение на тысячу поднимет средний размер в 2019 году до 15 414 рублей. При этом, так же, как Вы справедливо заметили, для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет высшей инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года. Если сказать чуть более конкретно, то, например, для граждан, которые на 31 декабря 2018 года имеют средний размер пенсии в диапазоне от 10 тысяч рублей до 11 500 рублей, прибавка составит 761,4 рубля. Если средний размер пенсии составляет 13 475, то увеличение составит 933,3 рубля. Соответственно, для граждан, у которых размер пенсии составляет 20 500, у них увеличение составит 1 670,5 рубля. Таким образом, естественно, усредняется тот размер, о котором мы сказали, 1000 рублей. Кроме этого, я должна сказать, что тоже с 1 января 2019 года предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсии для тех граждан, которые имеют стаж работы в селе 30 лет и проживают, соответственно, в сельской местности. Таких граждан у нас по состоянию на 31 декабря 2018 года почти 770 тысяч человек. Средства на увеличение пенсии в бюджете пенсионного фонда предусмотрены. Только на индексацию в 2019 году на эту меру будет направлено дополнительно 341 миллиард рублей. Деньги, необходимые для тех пенсионных изменений, которые были приняты в текущем году, на финансовое обеспечение, то индексации, о которой говорила Татьяна Алексеевна, предусмотрены в полном объеме в федеральном бюджете, как на следующий год, так и на предстоящую треклетку. Мы должны не забывать о главной цели всех пенсионных преобразований. Эта цель заключается в том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни пенсионеров. Это главное, ради чего были приняты соответствующие изменения в пенсионном законодательстве. Прошу вас об этом не забывать.